Слово предоставляется президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Только что президент Таджикистана и председатель Китайской Народной Республики высказали важные оценки состояния и перспектив работы наших стран в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также считаю, что наш форум вносит большой вклад в развитие сотрудничества на всём азиатском пространстве. В русле темы нынешнего заседания – общее видение безопасного и более процветающего региона. Отмечу, что Россия нацелена на развитие взаимодействия со всеми странами и участницами совещания по реализации масштабных задач, касающихся укрепления мира и стабильности в Азии. Выступаем за активизацию совместных усилий в интересах формирования в Азии системы равной, общей и неделимой безопасности. Системы, основанные на универсально признанных принципах международного права, устава ООН, таких как взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. Безусловно, по-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путём урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, последовательного противодействия террористической угрозе. Для этого следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счёт наркотрафика. Важно делать всё, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения, пресекать пропаганду экстремистских идей, особого внимания, требует ситуация в Афганистане, согласен здесь с нашим таджистским коллегой, где радикальные экстремистские организации, в том числе выдавленные с Ближнего Востока, вновь активизируют свою деятельность. Отмечу, что Россия оказывает всяческое содействие межафганскому диалогу. В феврале и в конце мая в Москве прошло два раунда переговоров представителей всех ключевых общественно-политических сил Афганистана и движения «Талибан». В качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества наша страна будет делать всё для реализации принятой на завершившемся вчера в Бишкеке саммите этой организации дорожной карты по расширению взаимодействия с Афганистаном в вопросах безопасности, экономики и гуманитарной сферы. Другой, крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей, считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии. При участии России большая часть сирийской территории возвращена под контроль законного правительства. Созданы благоприятные условия для перехода страны к мирному строительству, возвращения в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц. Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща, мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы Сирийского конституционного комитета. Важно, как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований. Всех беспокоит и положение дел вокруг совместного всеобъемлющего план действий по иранской ядерной программе. Выход США из этой договорённости значительно осложнил её реализацию. Негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия. Полагаем, что единственное разумное решение – продолжение выполнения участниками плана своих обязательств. И Россия именно так и намерена поступать. Что касается ситуации на Корейском полуострове, то здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути. Этот подход лёг в основу разработанной в 2015 году по нашей совместно с Китайской Народной Республикой инициативе «Дорожные карты о регулировании». Именно в таком ключе мы провели переговоры и с председателем госсовета ННДР Ким Чин Ином во Владивостоке в России в апреле этого года. Важно, чтобы страны-участницы совещания по мере возможности способствовали усилиям по снижению напряжённости на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Уважаемые коллеги, на предыдущем саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Шанхае в мае 2014 года предметно обсуждались вопросы, связанные с недопущением использования информационных технологий для подрыва международного мира и безопасности. Тогда было условлено сообща продвигать идею выработки универсальных международных правил ответственного поведения в цифровом пространстве. И нужно признать, что удалось добиться определённых результатов. По предложению России и при поддержке многих представленных здесь государств, за что мы вам очень благодарны, уважаемые коллеги, в прошлом году Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция, в которой содержится свод правил ответственного поведения в области информации и телекоммуникации. Запущен процесс формирования рабочей группы ООН по международной информационной безопасности. Сложение усилий государств участников совещания требуется и для дальнейшего развития тесных хозяйственных связей на всём пространстве Азии. На сегодняшний день наш регион является локомотивом глобального роста. Здесь расположены крупные промышленные и технологические центры, сосредоточены мощные финансовые, людские, интеллектуальные ресурсы. В совокупности всё это даёт региону уникальные и конкурентные преимущества, и такими преимуществами надо пользоваться в полной мере ради общего блага для обеспечения устойчивого и динамичного развития. Российская сторона, как координатор экономического измерения совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, придаёт особое значение работе на этом направлении. Напомню, что по российской инициативе в 2015 году в рамках совещания создан деловой совет с участием бизнесменов наших стран, а к нынешнему саммиту подготовлен меморандум о взаимодействии между малыми и средними предприятиями. Мы выступаем за наращивание взаимной торговли, отказ от протекционизма, нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров. Настроены на всестороннее углубление инвестиционного сотрудничества, расширение производственной кооперации на основе универсальных правил всемирной торговой организации, на принципах равноправия, уважения и учёта интересов друг друга. На эту тему мы подробно говорили совсем недавно на Петербургском экономическом форуме неделю назад. Смысл того, что мы на форуме хотели довести, заключается в том, что в мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил, с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас, как никогда, востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, имея в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться. Хотел бы также с удовлетворением отметить, что всё большей поддержкой, в том числе со стороны участников совещания, пользуется идея состыковки интеграционных процессов, развивающихся в рамках Евразийского экономического союза, ассоциации государств Юго-Восточной Азии, шанхайской организации сотрудничества, китайской инициативы «Один пояс, один путь». Конечно же, такой подход отвечает нашим общим интересам. И завершая своё выступление, хотел бы поблагодарить президента Республики Таджикистан Имамалия Шайжовича Рахмона за тёплый приём и гостеприимство, за организацию нашей совместной работы. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Продолжение следует...